Ой, друзья, добрый день. Если меня видно и слышно хорошо, зажгите огонечки. Ага, спасибо. Итак, чуть больше года назад мы провели замечательную встречу с одним из наших постоянных, не побоюсь этого слова уже, авторов Дмитрием Александровичем Левчиков, доктором исторических наук, политтехнологом. И я считаю большой удачей, что Дмитрий Александрович нашел время с нами встретиться вновь. И наша сегодняшняя встреча посвящена выпуску книги «Настоящая история смуты. Русская столетняя война. Середина XVI-XVII веков». В своей книге Дмитрий Александрович предлагает новую концепцию смуты. С точки зрения истории международных отношений, русская смута начала XVII века – это периферийный эпизод крупного мирового противостояния папства и Османской империи, столкновения интересов султана, папы, короля Речи Посполитой, короля Швеции и русского царя за контроль над Восточной Европой. Удивительные параллели. Мы сейчас это обсуждать не будем. Я думаю, что очень заманчивый первый пункт этой концепции. Кроме того, смутное время рассматривается с точки зрения становления нашего государства. Смута – это финал существования дуалистического, двоцентричного русского государства, а также финал конфликта церкви и царизма, который начался в середине XVI века. Победившая в смуте русская православная церковь написала саму историю смуты, где все противники церкви были объявлены кровавыми, слабоумными, потешными и ложными царями. Также смуту можно рассматривать и как династическую войну за право царствовать в России шести династий – Рюриковичи, Годуновы, Романовы, Васа, Шуйских и Бекбулатовичей. Кроме того, в книге представлен анализ династических связей и позволяет предположить, что первые самозванцы – все они настоящие цари. У нас очень заманчивая тема была на вебинаре, и именно на этот аспект мы хотели обратить внимание. И вот об этом запутанном времени сегодня и поговорим с нашим спикером, автором книги «Настоящая история смуты», выпущенной в издательстве Директ Миди Дмитрием Александровичем Левчиком. Встречайте, Дмитрий Александрович, мы вас ждем, вам слово. Так, микрофон я включил? Да, микрофон включил. Видео включил. О, я сам включил. Да, приветствую. Меня видят. Приветствую. Друзья. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Отлично, все уже видно и слышно нам, сигнализируют. Друзья, я удаляюсь. Напоминаю, что вопросы мы обсудим после презентации автора. В специальном чате я их зачитаю, пишите туда по ходу презентации, и в конце мы это все дело обсудим. Я уверена, что будет много интересных моментов. Дмитрий Александрович, вам слово. Уважаемые друзья, мы сейчас с вами поговорим о русской смуте начала 17 века, которая началась, естественно, не тогда, когда войска так называемого Лжедмитрия II подошли к Москве, а гораздо-гораздо раньше. Корни смуты уходят в 16 век. В сущности, здесь я ничего нового не говорю, об этом говорится в любом учебнике. Вот на первом слайде обложка моей книжки. Вот она, вот, в Директ Медиа Истона. Книжка не такая большая, но надеюсь, что она вам понравится, когда вы ее купите. Итак, когда в учебниках, во многих изданиях говорится о том, что пресеклась династия, пресеклась династия, правящая династия в России, и говорят о том, что умер последний Рюрикович, наследник царя Ивана Грозного, Федор Иоаннович, забывают о том, что в 1575 году на царство был венчан так называемый потешный царь, но я не понимаю, почему потешные цари издают совершенно нормальные указы, которые выполняются, и Боярская дума работает, и вся страна работает. Так называемый потешный царь Семен Бекбулатович. После отставки, хотя цари в отставку не уходят, спустя год после, 11 месяцев после своего царствования, Семен Бекбулатович уже именуется как Великий Князь Тверской, и вам известно, наверное, что Великим Князем Московским в это время именуется Самый Иван Грозный. Столица Бекбулатовича, опять-таки, совершенно традиционную историю рассказываю, Тверь, точнее, рядом с Тверью, монастырь Кушалина, Кушалинский монастырь, а столица Ивана Грозного тоже, наверное, я вам не буду рассказывать, не Америку открываю, это старицы. Они после разорения Москвы, Девлет-Гиреем, долгое время Москва не отстраивалась. Далее. Итак, у Москвы два центра. Соответственно, два царя, два великих князя, Тверской и Московский, это опять-таки традиционнейшая история. У обоих есть Боярская дума, у обоих есть финансовые возможности, при этом даже традиционная история, самая традиционная. Не отрицают, что Семен Бекбулатович является самым крупным землевладельцем в России на тот момент. Далее. А далее начинается самое интересное. У Семена Бекбулатовича три сына и некоторое количество дочерей. Так вот, самое любопытное, очень любопытное, что имена детей Семена Бекбулатовича и имена будущих первых лжецарей полностью совпадают. Это старший Федор, средний Дмитрий и младший Иван. После 1606 года все историки, традиционные историки, разводят руками и говорят, неизвестно куда они делись. И также вдруг из ничего, вдруг появляются лже-Дмитрий, лже-Федор, лже-Иван, как первый царевич Смут. Простая гипотеза, простейшее предположение, что лже-Дмитрий, Дмитрий Первый, это на самом деле Дмитрий Семенович, лже-Федор, это на самом деле Федор Семенович, и первый лже-Иван, которых было много на протяжении Смута, это тоже Иван Семенович. И эта гипотеза ничем не хуже и не лучше, гипотеза про Гришку Отрепева. По крайней мере, написана теми же вилами на той же воде, но все верят Гришку Отрепева, верят на слово Михаилу Романову, Василию Шуйскому и так далее, чтобы Гришка Отрепев. Я вам предлагаю поверить мне на слово. Вот были царевичи сыновья у Семена Бекбулатовича, полагаю, что они и были первыми царевичами, царями Смута. И тогда, если мы это простейшее предположение допустим, мы понимаем, почему все окружающие, начиная от ближайшего окружения предыдущего царя, начиная от Боярской думы, заканчивая зарубежными государями, воспринимали Дмитрия как царевича, воспринимали как законного царя, естественно, законный царь, он же сын законного царя. И все его ближайшие слуги и его армия воспринимали всех этих людей тоже как законных царей и царевичей. Иначе, если мы это допущение отвергаем и будем говорить о том, что царствовал, что лжедмитрий первый или Дмитрий первый – это Гришка Отрепев, что Дмитрий второй – это неведомый судовин из Киева, что Дмитрий третий – это то ли Пономарь-Матюшка, то ли Растрига-Сидорка, мы попадаем в некую ловушку. Эта ловушка связана с тем, что какой-то мужик объявляет себя царем, все кричат «Ура!» на Москву и так 17 раз. Вы, наверное, знаете, что лжедмитриев было четверо, да? Ну, кроме лжедмитриев были лжедмитриев, ну, согласно традиционной историографии, лжедмитриев, 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 в общем, там еще всего 17 царевичей. Я могу их, конечно, всех вспомнить, но не буду сейчас напрягаться. 17 основных лжецаревичей. Так вот, 17 раз на Москву – это представлять русских редкостными, нелепыми совершенно людьми, которые готовы поверить любому мужику в кабаке, что он и есть царь. Какие-то доказательства все эти лжецари или цари настоящие и предъявляли. Я полагаю, что совершенно очевидное доказательство, что первые цари – это как раз сыновья Семена Бекбулатовича. Тогда я в книге подробно описываю династические связи Семена Бекбулатовича. Семен Бекбулатович очень крупная на самом деле фигура. Это настоящий потомок золото-ордынских ханов и по линии своей жены Анастасии Мстиславской. Он там тоже колоссальные связи с правящими династиями и в Астраханском ханстве, и в Казанском ханстве, и в Боярской среде. Одним словом, тандем Семена Бекбулатовича и Анастасии Мстиславской – это был сильнейший династический тандем. Далее. Это же объясняет условным доменом Анастасии Мстиславской, который и предыдущий муж был замужем за наследниками Астраханского ханства. То это и объясняет, что она признавалась астраханскими татарами как своя царица, астраханская царица. И это и объясняет, почему значительная часть уже царевичей двигалась на Москву и за Астрахань. Не потому, что это вольный город, я полагаю, а потому, что там наивысшая поддержка Мстиславских и Бекбулатовича, соответственно, наследников Анастасии и Семена. Точно так же, как абсолютно прошуйский Нижний Новгород и Новгород тоже, и Смоленск. Вот эти три опоры клана шуйских и, соответственно, там самая высокая поддержка клана шуйских. И все, что там происходило, это самые прошуйские города Нижний Новгород. Ну, вы знаете, наверное, что шуйские – это потомки великих князей Нижегородских. Вот. И все, что происходит в Нижнем Новгороде, все, что происходит в Новгороде, так или иначе, связано именно с кланом шуйских. Далее. Итак, два центра, две династии, одна из которых пресеклась, другая не пресекалась и, соответственно, имеет право на престол. Это первый тезис. Опять-таки, гипотетически, это гипотеза, это предположение, но предположение, которое многое объясняет в характере смуты. Иначе мы вынуждены признать, что Пономарь-Матюшка или Растрига-Сидорка были просто гениальнейшими полководцами и гениальнейшими дипломатами, и еще гениальнейшими актерами, в которых никто никого не узнавал. Узнавали, вернее, только царя. Вот здесь я отдаю картинку этой династии Бекбулатовичей, родственных связей. Опять-таки, повторяю, что это моя гипотеза, хотите верьте, хотите нет, никому не запрещаю верить, Гришку отрекиваю. Царя Грозного меня усыновила, Дмитрия Масгроба нарекла, с Пушкиным спорить бесполезно. Вот, хотя я пытаюсь. Это родственные связи. Если вы скачаете презентацию, вы можете посмотреть полностью родственные связи Семена Бекбулатовича и всех тех первых царевичей, которые, я полагаю, связаны с Семеном Бекбулатовичем. Далее. Итак, теперь вернемся к Дмитрию Углическому. Был ли сын Ивана Грозного, Дмитрий Углический? Я считаю, что Дмитрий Углический реальная персона. Он, естественно, был. И он был настоящим царевичем и тоже действовал во времена Смуты. Но его биография немножечко иная. Для того, чтобы определить биографию Дмитрия Углического, во-первых, обратимся к... ...тем данным, о которых говорил сам, так называемый, Лжедмитрий II. Я полагаю, что Дмитрий Углический – это Дмитрий II. Лжедмитрий II, как учебник в истории. Во-первых, он себя называл Андреем Нагим. И я думаю, что Андрей – это было его прямое имя. А Дмитрий – царское. Вы, наверное, знаете, что у всех русских царей было прямое имя и царское имя. Так вот, я обратил внимание на свадьбу Марии Ногой и Ивана Грозного. Роспись свадьбы сохранилась, и вы можете все ее почитать. Там свадебное пиро имеется в виду. Данных о венчании Марии Ногой и Ивана Грозного не сохранилось или их не было? Я полагаю, что их и не было. А дальше, наверное, вы понимаете, что-то в эзотерике русской свадьбы. Кто там тысячицкий распорядитель свадьбы, кто посаженный отец. Наверное, вы знаете, свадебные щены. Так вот, я обратил внимание, что Иван Грозный предложил поставить тысячицким, то есть распорядителем свадьбы на свою свадьбу с Марией Ногой своего сына Ивана Ивановича. Распорядителем, вернее, не распорядителем, а посаженным отцом Федора. Это противоречит любой эзотерике свадьбы. То есть не может быть вот овцом, вдовец, распорядителем свадьбы и не может быть бездетный посаженным отцом. Это противоречит всему. Перед нами, я полагаю, это еще одна гипотеза моя, перед нами шутовская смеховая свадьба. Иван Грозный любил пошутить. Не настоящая свадьба. Свадьба, как эзотерика, которая считается ужасно просто. У этого жениха, у этого посаженного отца нет сына. И этот распорядитель желает быть паре вдовой и бездетной. Поэтому это шутка. Поэтому и нет никаких данных о венчании Марии Ногой и Ивана Грозного. Не венчались. Но, полагаю, что Мария Ногая, и я в своей книге, и у меня не так много времени, хотя могу подробно рассказать, полагаю, что Мария Ногая на самом деле действительно жена царя, только не Ивана Васильевича Грозного, а его сына Ивана Ивановича. И в этом смысле Дмитрий, Дмитрий, действительно царевич, только не сын Грозного, а внук Грозного. Сын Ивана Ивановича. Доказательства этому я в книге привожу. Сейчас я провожу только презентацию. Но, опять-таки, есть косвенные доказательства, что очень запутанная история с женами Ивана Ивановича. Сколько у него было жен? Две, три или четыре, неизвестно. И эта запутанность с женами говорит о том, что, скорее всего, источники запутывались специально, маскировались или по каким-то причинам уничтожались. Вообще, надо сказать, что источники о времени Ивана Грозного им не повезло. Не было ни малейшего желания хранить эти источники ни Романовым, ни Годуновым, ни Шуйским, ни Васа, никому. Далее. А зачем он это делал? Иван Грозный зачем шутил так? Дело в том, что в это время его вынуждали... У него была очень странная история с замужеством с английской королевой, которую он предлагал соединить с узами брака. Я полагаю, что действительно он полагал эмиграцию в Англию или что-то в этом роде, потому как его просто выгоняли из страны. И действительно реально шла, когда он писал, что кругом измена, что мне подчиняется только Новгород, а остальные мне изменили, что... Он писал правду. Историки считают, что он ерничал, что он шутил. Нет, он писал правду. Многие вещи Ивана Грозного вообще считаются историками ерничаниями, шутками. Половина переписки Грозного с Курбским считается, что Грозный ерничал. Я считаю, что он вообще писал правду. Когда он говорил Курбскому, что вы доста меня не кормили, что я был как в клетке, что вы разлучили меня с юницей моей, по что вы ее убили. Он говорил правду. Это считается, что он ерничал, что он так некие шутки шутил. Вот. А в данном случае он давал как бы этой шутовской свадьбе ответ, что нет, 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 я женюсь на Марии. Я лучше сыграю шутовскую свадьбу, а не буду свататься к царевне английской. Это был такой пиар-ход. А пиар-ходы Грозный умел делать. Далее. Итак, это еще одна гипотеза, которую я предполагаю. Гипотеза примерно та же, что и традиционные гипотезы о смерти Дмитрия Угличского в Угличе. Здесь, наверное, уместно пару слов сказать о Угличском деле. Что касается Угличского дела. Вы, наверное, знаете, что Угличское дело явлено миру, то есть было опубликовано в 1913 году. Вы знаете, что до этого его реально практически никто не видел, кроме Карамзина. Вы, наверное, знаете, что оно склеено без начала и конца при Петре Первом. Вы, наверное, тоже знаете, что до этого оно представляло собой набор бессвязных текстов, которые современные историки предполагают, что оно состояло из двух дел. Дело об измене ногих и, собственно, следственного дела. Это вы тоже, полагаю, знаете. То есть следственное дело, причем в нем отсутствуют все следственные мероприятия, которые тогда могли вестись. Например, в разбойном приказе почему-то сохранились следственные дела, в разбойном приказе там вопросов нет, что там все следственные вопросы всегда были. А здесь вдруг выпадает огромное количество следственных вопросов, которые, как правило, задавали следователи. Первое. Ну, естественно, не описан труп. Был ли мальчик, не было ли мальчик, неизвестно. Не описано ни одежды, ни орудия убийства. Вообще в качестве орудия убийства называют то ли гвоздь, то ли заточку, то ли ножик. То есть чем порезался царевич, неизвестно. Куда порезался, неизвестно. Как выглядел, неизвестно. Где зарезался, где зарезался, неизвестно. Ключевых свидетелей не опросили, не опросили царицу. Некоторые свидетели под копирку там дают то ли 7, то ли 8 одинаковых показаний. Одним словом, с учетом того, что сам руководитель следствия потом отказался от предыдущей своей версии о самоубийстве царевича и сказал, что это наемные убийцы Годунова убили его, то следственное дело весьма штука сомнительная. И вы знаете, наверное, что не один десяток исследователей и писателей сомневались в том, что Дмитрий Углический мог быть убит, что он остался жив, скорее всего. Далее. У нас версия, которую излагал сам Андрей Ногой, то есть лжедмитрий, то есть по моей версии Дмитрий II, она выглядит правдоподобно. Он говорил, что меня спас верный слуга. Фольклористы тут же говорят, это сказка, это сказка, сказка про спасение верным слугой царя. Но мы опять-таки обращаемся к другим историям и смотрим, например, историю семьи Шуйских. И обращаем внимание на то, что отца Василия Ивановича Шуйского Ивана Андреевича тоже спас верный слуга. Во время опричнины Андрея, деда, репрессировал Грозный, а вот маленького Ванечку спас слуга. Куда-то, я не помню, куда он его спрятал, где-то в районе Белоозера, там, неважно, где Ванечка бегал под Паском Босоногим, потом вернули его к царю, царь его простил, и тут началась биография Ивана, а потом Василия. Так вот, если мы и все-все-все историки, никто не сомневается, что отца Шуйского так и спасли. Был верный слуга, он спас от кровожадного ирода царя маленького 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 Ванечку, который стал впоследствии отцом Василия Шуйского. Так вот, это, в этом сомнений нет, в то время как ту же самую историю, когда рассказывают один в один, ту же самую историю рассказывает Андрей Ногой, который, уже Дмитрий, который Дмитрий Второй, мы в нее не должны верить. Когда ту же самую историю рассказывают еще целый ряд фигурантов смуты, там потом, ну, например, Ян Хунстин Луба, который, который был якобы Иваном Дмитриевичем спасенным сыном Марины Мнишек и Дмитрия, ну, и так далее. В это мы не верим. А я полагаю, что в это надо верить. Был чрезвычайный институт спасения наследников на случай, если вот такая история приключится, если если кто-то будет угрожать жизни царевича или какого-то высшего сановника. Действительно, возможно, были слуги специально обученные, которые должны были спасать царевича. Если мы совершенно традиционная история, если мы верим в историю клана Шуйских, мы должны верить и другим историям. Если мы этому не верим, а тут вопрос о доверии. Абсолютно источников здесь нет. Опять-таки, верим мы на слово Шуйским или мы на слово им не верим, то значит, скорее всего, может быть, даже Василий Шуйский получается бастард. Потому что вышел или действительно спасенный царевич, или действительно спасенный боярин, боярский сын, а потом и царь. Итак, верный слуга мог спасти царевича. Вполне гипотеза не менее обоснованная, чем гипотеза о смерти царевича. Далее. Кто был Лжедмитрий III? Ну, здесь история нам просто дает обычный квест. Обычный квест Лжедмитрий III. Он появляется в России в 1611 году, появляется в Гдове и Пскове. К нему посылают, воюют он исключительно со шведами, поляков он не трогает и вообще с ними не воюет. Он ему, к нему приезжает делегация от шведского короля и потом делегация шведского короля возвращается и говорит, нет, это не Дмитрий I. к нему приезжает делегация от москвичей и москвичи подтверждают, да, это наш царь. Ему присягает Трубецкой из так называемого первого оболчения, но не присягает Марина Мнишек. И потом, когда его якобы разбивают и арестовывают, вдруг поляки ни с того ни с сего посылают своего лучшего рейдера Лисовского на спасение этого царя, а здесь в конце концов неизвестно, то ли Лисовский его отбил, то ли его убили во время этой драки, то ли его привезли в Москву и тайно казнили. Смерть уже Дмитрия Третьего неизвестна. Так вот, уважаемые друзья, сложите все эти факты, да, само естественно называются Дмитрием Ивановичем и в этом никто не сомневается и права на престол получают после 1611 года. Сложите все эти простые вопросы, квесты, перед вами получится только один человек, это Дмитрий Иванович Шуйский. Брат, младший брат Василия Ивановича Шуйского, который и права на престол и получает после 1611 года, ну естественно после отречения Василия Шуйского, и который находится под полным контролем поляков, он в это время был в плену, а кто мешает полякам поставить свою марионетку в Пскове для борьбы со шведами, Польша тогда перемирие со шведами заключила и могла с ними продолжать воевать, только руками других людей, то есть только руками русских. Далее, почему ему шведы предлагают быть наместником Пскове и Гдове, и это для него мелкий эпизод, естественно, шуйские всегда были наместниками псковскими и новгородскими, для него это мелочь, он прекрасно все это знает, это их просто место, которое всегда занимало его клан. Почему Нижегородское ополчение, так называемое второе ополчение Минина и Пожатка, вообще в Нижнем Новгороде на тот момент никого не представляют законным наследником царя, кроме как шуйских. Шуйские, естественно, для нижегородцев самые законные правители. Почему это ополчение идет от Нижнего Новгорода на Ярославль, вы, наверное, догадываетесь, что они должны идти на Москву, а идут на Ярославль. Если по прямой от Ярославля, они идут на помощь своему своему сюзерену. Куда же им еще идти? Вот. И только в Ярославле, когда к ним приезжают шведские послы, это тоже известно, ополчение поворачивает на юг, на Москву. И только в Ярославле вдруг Кузьма Минин пишет письмо, где называет Лжедмитрия или Дмитрия Третьего самозванцем. А до этого ополчение никак не реагировало на самозванчество. Так называемое самозванчество Дмитрия Третьего. И так еще одна моя гипотеза о том, что Дмитрий Третий это Дмитрий Иванович Шульский. Все сходится. Далее. Далее. Кто напутал, кто перепутал, кто такую странную историю смуты преподнес историкам. А вот здесь вот надо это... И даже если мы вообще не будем мне верить, мы все равно даже если мы все равно будем верить традиционной версии, мы все равно сделаем вывод, что история смуты странная. Кто преподнес такую странную историю смуты? И написал это в школьных учебниках. Правильно. Русская православная церковь. Русская православная церковь на самом деле я стремлюсь пересмотреть вот эту замечательную теорию о том, что русская православная церковь всегда с царизмом сотрудничала, всегда всегда-всегда шла об руку с царизмом. Это не так. Это совсем-совсем не так. Возьмем материалы соборов XVI века. Ну, Макаревских или Макаревского собора, там неизвестно было один или два собора, о нем документов сохранилось мало, совсем мало. Стоглавого собора, документы которого не сохранились, они восстановлены, как известно, в XIX веке. Но совершенно сохранившихся и хорошо сохранившихся документов соборов 1580-1584 годов, чтобы не увидеть нельзя картину жестокого, жесткого противостояния церкви и царя. По вопросам земельным. Я не буду вас долго рассказывать, но примерно история такая. Царист говорит, служилым людям надо платить, платить мы можем только землей. Хороший, это открыто, особенно в соборе 1580-1584 года есть. Хорошей земли, в смысле, земли-то много, но хорошей земли с хорошей инфраструктурой у нас нет. То есть ресурсы государьего пожалования, они практически щерпы. Земля есть только у церкви. Поделитесь. Церковь, естественно, делает вид, что эти странные вещи, говорит царь. не поделимся. У нас есть охранные грамоты, тарханы, которые со времен золотой орды, там им давали, начинают золотые ортынских ханов, и все князья их подтверждали. То есть земли церкви трогать не смей. Хочешь, завоевывай новые. Это накладно, завоевывать новые. Отдайте, говорит цель. И борьба за тарханы, то есть против церковного иммунитета она велась. Очень серьезно. Посмотрите, умоляю вас, посмотрите материалы Стоглавого Собора. Во-первых, чтение интересное само по себе. Оно просто интересное. Получаешь истинное наслаждение, когда читаешь материалы Стоглавого Собора. Например, Иван Грозный просто запретил самый доходный бизнес церкви. Это бизнес на производстве и хранении вина и крепких напитков. То есть нанес удар по экономике церкви. Такой очень серьезный удар. Если бы он действовал совместно с церковью, он бы это не сделал. Он наносит такой серьезный удар. Причем церковь его тут же парирует. Он говорит, вот попы пьют, 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 и пьянство поражает церковь, поэтому нельзя заниматься ни винокурением, ни хранением вина и вообще рассказывает такие жуткие истории про монашек, которые напиваются и творят непотребство. Просто на Стоглавом соборе говорит открыто это. А монахи все-таки отбили, церковь отбила этот пункт, разрешив, просто прекрасная формулировка, пить во славу Божию, но не в пьянстве. То есть если ты пьешь во славу Божию, это можно, а вот в пьянстве нельзя. Это просто наслаждение читать такие вещи. Так вот, посчитайте полемику священнослужителей с Иваном Грозным о земле. Собор 1580 года открытым текстом говорит отдайте землю. Не выполняют решение. После этого происходит между соборами 1580 и 1584 года такое количество смены высших иерархов церковных, настоятелей монастырей, митрополита, что просто вы знаете собор 1580 года это просто 16-17 съезды партии. Там и многие не дожили до собора 1584 года. Из чего я делаю выводы, что скорее всего многие смерти не случайны. Вот собор 1584 года он вдруг принимает совершенно процарские решения. Да, 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 землю отдадим. Не будем больше новых земель брать, нам достаточно, землю отдадим. И тут же, тут же к нам прибегает патриарх Иеремия, Константинопольский патриарх, который при Федоре Иоанновиче, или так сказать, при так называемом правлении Бориса Кодунова учреждает русское патриаршество. Ну, у митрополита и у церкви еще царь отнять может, этого патриарха нет. Патриарх фигура как минимум равная царю, а то и повыше будет. То есть, другими словами, турецкие коллеги моментально дают церкви возможность не отдавать землю. При этом у, условно говоря, турецких партнеров церкви, у Константинопского патриарха сохраняется такой инструмент и у турецкого султана. Вы, наверное, понимаете, что Константинопский патриарх, Антиохийский, Александрийский патриарх, Иерусалимский патриарх, они в иерархии Османской империи занимают очень высокое место. Это, ну, как бы одни из ведущих налоговиков. Это министр, министр и замминистра, скорее всего, по современной терминологии, скорее всего, я бы поставил как замминистра по налогам и сборам. Они собирали с православных, с христиан, вернее, извините, налоги и передавали их в казну султана. Такой лакомый кусок у них не был даже в Ромейской империи, то есть там была отдельная церковь, налоговая, налоговая структура, а султанам даровал возможность собирать налоги христиан. Так вот, эти высшие чиновники вдруг приезжают и устанавливают, один из этих высших чиновников, который без ведения султана там не мог в шаг вступить из своего дворца, приезжает и устанавливает патриаршество в России. Полагаю, это было сделано сведомо султана и по его поручению. Причина проста, удивительно проста. Чем больше у царя земли, тем больше у него возможности давать жалования армии. Чем меньше у царя земли и чем больше земли у церкви, тем меньше возможности расплачиваться с армией. Логика удивительно проста. Много земли у царя сильнее у царя армия. Мало земли у царя слабее у царя армия. Турки заинтересованы в том, что русская армия была слабее. Поэтому русская православная церковь должна быть сильнее. И все равно султан сохраняет контрольный пакет акций, как бы сказали сейчас. Он сохраняет возможность собрать собор патриархов и не изложить любого русского патриарха. Кстати говоря, пока русская православная церковь не будет подчинена государству, а она будет подчинена государству только в конце правления Петра и при Екатерине Второй полностью, никаких удачных действий против Турции русское государство делать не смогло. Посмотрите на походы русских против Турции, они проваливаются постоянно. Пока есть свой человек в чужой команде, то есть пока есть русская православная церковь, которая подчиняется либо Константинопольскому патриарху до конца 16 века, в том момент учреждения патриархии, либо боится собора патриархов, кстати говоря, собор патриархов снял патриарха Никона, но это по просьбе Алексея Михайловича, но не важно, но сам факт, что инструмент работает. Вот, до тех пор нет никаких возможностей у русского царизма собрать ту армию, которая бы нужна. Далее, последние Рюриковичи, последние Рюриковичи и Иван Грозный, и Федор Иоаннович хотели провести секуляризационную реформу. Церковь не позволила. Материалы собора говорят однозначно именно об этом. Семен Бекбулатович за год своего правления отменил все тарханы, все охранные грамоты. Ну, видимо, поэтому и процарствовал всего года. Далее, известно, что Дмитрий Первый или Лжедмитрий Первый тоже собирался провести земельный кадастр церковных земель. Очевидно, с целью их учета и дальнейшей секуляризации. Это тоже об этом говорят практически все исследователи. А вот кто полностью поддерживал церковь, это как раз Годуновы, Шуйский и Романовы. Это наоборот полный иммунитет церковных земель и создание патриаршины. Это при Романовых. То же самое при Годуновых, то же самое при Шуйске. Поэтому Годуновы, Шуйский и Романовы цари хорошие, а последние Рюльковичи, они то ли ложные цари, то ли сумасшедшие цари, то ли кровавые цари, а сторонники Семена Бекбулатовича и его детей, ну, они вообще лжедмитрий Первый вообще перекрестить ручь хотел. Вот. Это совершенно очевидно написано в церкови, но кто это включил в учебники, в школьные учебники, это еще до Великой Октябрьской Социалистической Революции было включено в учебники, естественно, сторонниками Романовых, потом перекочевало, вполне романовская традиция устраивала, романовская традиция смуты вполне устраивала Сталина и вполне устраивала Советскую власть, которую писал эти учебники. Далее. Так. Что у нас тут далее? Далее. Война царей церкви. Только что я вам это осветил. Только что я вам это осветил. Скажу еще, расскажу еще один эпизод, о котором я говорю в книге. это эпизод а как же удалось Дмитрию Первому и Дмитрию Второму разбить огромные армии сначала Годунова, а потом активно воевать и с поляками, и с Шуйским. Дмитрию Первому, Дмитрий Первый, или лжедмитрий Первый, он законный царевич, ему просто свои помогали. Мстиславский на тот момент глава Боярской Думы, он командует отрядами против Дмитрия Первого, естественно, он просто ведет своего племянника на престол, и здесь это очевидно. Поэтому и войска под командованием Мстиславского совершенно спокойно переходят на сторону Дмитрия, и Дмитрий Первый занимает Москву. Дмитрием Вторым сложнее. Дмитрием Вторым сложнее. Я считаю, что Дмитрий Второй просто вождь народного восстания. И здесь обращаю ваше внимание на замечательные документы, на несколько документов, исходящих и из Тушинского лагеря, и до Тушинского лагеря Дмитрия. В первую очередь указ о Холопах. Вот совершенно не любят этот указ, указ Дмитрия или Лжедмитрия Второго о Холопах. Фактически это отмена крепостного права. Это приравнивание в правах Холопов и свободных людей. Это начало земельной реформы. Кто будет противиться приравниванию Холопов и свободных людей, свободной женитьбе и замужестве там на Холопах, там описывается все это. Земли тех землевладельцев, бояр или не бояр, будут конфискованы и будут переделены. Так вот, это фактически начало земельной реформы. И второе, это уравнивание в правах огромного количества зависимого населения. И поэтому просто боялись определенного рода феодалы, что их просто растерзает толпа. Естественно, поэтому это одна из причин, по которому города и вести присягали Дмитрию Второму. Второе. Дмитрий Второй идет на выдающийся просто шаг. Он в Тушинском лагере устанавливает децимвиров, те, кто контролирует его казну. То есть фактически это казна под контролем царя. Ой, не под контролем царя. Извините, я оговорился. Это шаг к ненавистному нашими историками, почему ненавистному термину Боярская Республика или Боярское Правление. На самом деле это прекрасный термин Аристократическая Республика. Это термин, говорящий об ограничении самодержания. А когда Филарет и Салтыков поехали к Сигизмунду со своими предложениями, они вообще предлагали всю законодательную власть отдать Боярской Думе. То есть это просто великая хартия вольности, если сложить все это вместе. Таким образом из стана Дмитрия Второго у нас исходят идеи отмены крепостного права в Касах Алопах и ограничения царской власти. Дмитрий Второй прекрасный революционер. Именно поэтому за ним идут огромные массы народа. А вовсе не польская армия. Кстати, польская армия и поляки, которые якобы вмешивались с самого начала с Муты, физиологически не могли помогать, допустим, например, тому же Дмитрию Первому или Дмитрию Первому, по моей версии. Дело в том, что на востоке Польши тогда был Рокош Зебжедовского и войска верные Сидизмунду просто не могли пройти на помощь Дмитрию Первому и поэтому когда мы говорим, что Дмитрий Первый с польскими войсками пришел и занял власть, это просто чушь собачья. Они физиологически не могли пройти через территорию занятой повстанцами Зебжедовского. Вот. У Дмитрия Первого были поляки, но это были наемники. И известно, кто им платил и как им платил и финансы Итак, я пишу, что Смута была и династическая война, антикрепостническим республиканским движением под руководством Дмитрия Первого и секуляризационным движением за ликвидацию церковной земельной собственности. Далее. Но в Смуте победила церковь. В Смуте победила церковь, в Смуте опираясь на турецкого султана. Для того, чтобы это увидеть, достаточно проанализировать последние годы Смуты. Итак, последние годы Смуты. Романов избран собором. Его на самом деле никто не поддержал Романова, кроме московских вояк в основном так называемого второго ополчения, которые заставили выкрикнуть Михаила Романова. В Ярославле делегатов собора потом просто арестовали, Казань отложилась, в Твери восстание и так далее, и так далее. Так вот, как вам известно, поляки идут на Москву, поход Владислава на Москву, но в тыл полякам бьют турки. Почему Владислав в 17-18 году не взял Москву? Причина удивительно проста. Не героизм, армии разбегались, армии русских разбегались, там Лисовский с двумя тысячами своих кавалеристов просто спокойно гулял там, где хотел. Почему Владислав не взял Москву? Да все ужасно просто. Опять-таки посмотрите, действия турок. Действия турок и татар. Нанесение удара по Польше, в это время основные силы Польши брошены на борьбу с турками и татарами и заключают с турками и татарами мир. А потом заключают перемирие с Россией сходу в 18-м году. Шведы тоже оказались понятливыми, тоже заключили моментально перемиренную оппозицию Швеции. Я могу подробнее рассказать, потому что там есть такой совершенно эпизод предательства Василия Шуйского. Я имею ввиду Новгородский трактат, по которому он отдавал Новгород шведам, но это немного другой эпизод, укладывается в общую концепцию смоты, но это частный эпизод. Так вот, чем расплачиваются наши? А наши расплачиваются тышем. Так называемым подминками поданий. Посмотрите, что такое тыш. Это огромная сумма денег, огромная сумма денег, которую мы начинаем регулярно платить крымскому хану, но как комиссионер просто отправляют в Стамбул. Вот. и этот тыш мы платили огромные деньги, там он дорос с 25 тысяч, потом до 45 тысяч серебром. Он был отменен только Константинопольским договором 1700 года, 1700 года при Петре I. политическая составляющая этой поддержки это то, что была повторная интернизация Филарета уже иерусалимским патриархом Феофана III, то есть к нам опять приезжает турецкий чиновник, и опять интернизирует Филарета. Это вообще как говорят мои дети картины масла. А разве Филарет в 19 году, в 1619 году не патриарх? Патриарх. А почему Феофан его интернизирует по второму разу? На этот вопрос ни учебники, ни монографии ответы не дают моей теории, моей гипотезы, извините, дают ответ. А потому что русская православная церковь протурецкая. Поэтому вот как только турки признали, и Феофан III еще раз провозгласил Филарета патриархом, а в титуле патриарха у Филарета появляется и великий государь, и патриаршина у нас появляется, и параллельные приказы в патриаршине, ну вообще диктатура патриарха появляется. Вот вплоть до того, что те, кто пытается апеллировать к нормам стоглавого собора, как вы знаете, то есть к нормам, связанным с первой попыткой секуляризации церковных земель, этих людей называют раскольниками, староверами и так далее, и даже государственным преступникам, но это уже потом, приникли, когда исправляют церковные книги и материалы из стоглавого собора вообще уничтожают. Так, дальше, это я вам уже рассказал, что победившая церковь объявила о том, что все противники, ее противники являются ненормальными. Потом придумали, опираясь на церковную традицию, церковная традиция заложена в утвержденных грамотах об избрании Бориса Годунова Михаила Романова. Думаю, что переписана одна из другой. Рекомендую вам почитать то, что пишет еще Белогуров, такой первый, кто опубликовал утвержденную грамоту собора 1613 года. В общем, удивительные вещи пишет. Пишет о том, что, скорее всего, документ немножечко подложный. Потом Александр Владимирович Станиславский, это уже советский историк, написал о том, что те, кто избирал царя, не подписывали эту грамоту. То есть, одним словом, грамота, утвержденная 1613 года, она весьма сомнительна. Грамота об избрании Бориса Годунова тоже весьма сомнительна. Был ли собор тогда или не был, это тоже весьма спорная проблема. Так вот, именно в утвержденной грамоте Михаила Романова изложена основная концепция смута. А потом уже начинается дополнение романовских историков, придумывается нелепое первое ополчение, вопрос самый дурацкий, а первое ополчение по кому под присягой находилось? Оно находилось под присягой Ивану Дмитриевичу, то есть сыном Марина Мнишек и Дмитрия, то есть это армия Марины Мнишек. Появляется второе ополчение, так называемое, при этом не задаются вопрос ниоткуда деньги у Пожарского и придумывается тоже нелепая история, что все там нижегородцы скинулись и на огромную армию и на пушки, и на пушкаре, и на порах собрали деньги, такого просто быть не может, нереально. Вот, про чудеса иконы Казанской Богоматери придумывается легенда, хотя, опять-таки, все источники говорят, что штурмовали Москву с иконой Владимирской, а с Казанской только штурмовали Новодевичей. Вот, подвиг Ивана Сусанина, как вам известно, в полном мере описывается к 1734 году при Елизавете, но о Семи Боярщине, про существование Семи Боярщины не знал даже Карамзин, она придумана в 1820 году. Вот, эта история смуты, так как я ее вижу. Конечно, итоги смуты русский народ не признал, и было огромное восстание, восстание Баловня, которое не освещено в наших учебниках почти, ну никак, ну как же можно так, у нас же все в 1613 году признали и примирились с династией Романовых, и вдруг огромное восстание Баловня. Ну, это ответ русского народа на нелегитимных правителей. Но, однако, силы-то были неравны, там турки помогали, татары помогали. И, наконец, международный аспект смуты, международный аспект смуты, о котором Аня сказала в начале основной противоречии тогдашнего мира, это было противоречия между папством, который был самым крупным стратегом Западной Европы, и Османской империей. Папство хотело раздавить турок. И для этого у него, у папства было просто прекрасный инструмент. Прекрасный инструмент это называемая испанская монархия. Как вам известно, в начале 17 века испанской короне принадлежало почти все, почти весь мир. И с такими ресурсами папство совершенно спокойно могло нанести огромный удар. Но папы прекрасно знали о слабости Испании. И им был нужен помощник испанской монархии, который бы ударил по Турции с севера. Таким помощником, таким союзником увиделась Речь Посполитая. Вот этот огромный объединительный проект Польши и Литвы, но все равно папство хотело его усилить, союзом Речи Посполитой Швеции и формальной династии Васса, это была и династия Шведская, и еще пристегнуть туда же Россию. Была придумана и Брестская уния, достаточно мягкая уния по отношению к русскому православию, то есть признайте власть папы, а все остальное можете в себя оставлять и обрядовости, и догмы, и все, вот правильная власть папы, признайте, это вот Брестская уния, после Ферраро-Флорентийской унии условия очень, после Лионской унии и Ферраро-Флорентийской условия просто прекрасные для русско-православной церкви. Вот, то есть такое некое супер-государство, которое должно было ударить по Турции, по Османской империи севера. Естественно, была контр-игра турок, и в этой контр-игре турки нащупали слабое место, а именно конфликт русского царя и русской православной церкви, поддержали русскую православную церковь, поддержали всех тех, кто хочет ослабления русского государства, совместно с ними выиграли смуту, выиграли контроль над Восточной Европой, и в 17 веке папству не удалось нанести серьезный удар по Турции, Османская империя продолжала оказывать серьезное влияние как на Восточную Европу, так и на Ближний Восток в первой половине 17 века. Это международный аспект смуты. Могу подробнее о нем рассказать и об Испании, и о Турции, кто хочет. Ну и наконец, в заключении смуты не то, чем она кажется. Это частные выводы, которые тоже я излагаю в книге. Я думаю, что Иннокене Мархо, вот эта вот таинственная Иннокене Мархо, которая правительница России с 1613 по 1619 годы до приезда Филарета из Польши, она на самом деле и есть Мария Нагая, потому что уж очень непонятно, почему якобы Ксения Шестова ничего не делает, ничего не делает, абсолютно ничего не делает в помощь Романова. Она ведет себя совершенно не так, как должна была бы вести себя мать нового царя. Могу подробнее рассказать, кому интересно. Вообще там не бояр Шестовых вокруг нее нет, не дворян Шестовых вокруг нее нет, но странная какая-то вещица получается. Дальше. Скорее всего, у Елены Глинецкой было не два сына, а три. Там тоже можно указать. Скорее всего, можно найти один из этих сыновей, скорее всего, Дмитрий I не похоронен в ногах Василия III, это в Кремле. Я тоже могу об этом подробно рассказать. Анастасия Романова скорее всего, действительно, была под контролем клирикалов, то есть, я думаю, что она вообще, скорее всего, была арестована и содержалась на месте, ну, в территории, которая называется ныне, собор Василия Блаженного. Возможно, это тоже, этому есть доказательства, связанные, косвенные доказательства, в том числе, переписка Грозного с Курским, я еще раз повторяю, он не юродствовал, по что вы отняли у меня юницу мою. Он правду писал. И, наконец, я думаю, что у Марины Мнишек был не один варенок, который был повешен на Фроловских воротах, а несколько детей, и что Ян Фустин Луба реальный, царевич, равно как так называемый крымский царевич Дмитрий, которые тоже были реальные царевичи. То есть, особенно Ян Фустин Луба, я не сомневаюсь, что это сын Марины Мнишек, выживший сын и Марины Мнишек и Дмитрия Первого, и его признавал и король, его признавал и Сейм, его признавал и святой Афанасий Бреский. Здесь, кстати говоря, мы опять-таки углубляемся в некие странности русской православной церкви. Ну, как же так вот? Мы должны признавать и смерть, и ложность, вернее, ложность Ложи Дмитрия Первого, и в то же время то, что святой Афанасий Бреский признаёт Ивана Дмитриевича, его сына, его сына царевича. Ну, странные они, эти святые. Вот, пожалуй, 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 это всё, о чём я пишу в этой книжке. Это очень много гипотез, и я ещё раз повторяю, что подробно эти гипотезы можно посмотреть в книгу. Да, Аня, я так понимаю, что я сболтал? Нет, нет, я наоборот вышла поддержать беседу. Дорогие друзья, я, во-первых, оплошность свою исправляю. Настоящая история смут, и вот она, реальная книга, которую мы выпустили, да, о которой сегодня Дмитрий Александрович рассказывал. Дмитрий Александрович, у нас есть несколько вопросов, но, честно говоря, вы на них уже, ну, на парочку уже ответили. Вопрос, вы пишете в книге, что углическое дело было подделано кем, когда и зачем это понадобилось, но мы даже слайд видели, да, что... Скорее всего, оно было подделано во времена Филарета, 17 века. Да, это церковные делишки, поэтому этот вопрос снимем. Я могу объяснить, именно, когда Иннокеню Марфу, а именно Марию Ногую смещали с должности, условно говоря, Филарет приехал и сказал, дорогая Марфа, дорогая Мария Ногая, или мы сейчас пересажаем всю твою семью на гигу, вот у нас есть, вот у нас есть дело об измене на гиг, или ты сдаешь свои полномочия и больше не вмешиваешься в старые дела. Женщина была умная, все поняла, но следственное дело об измене на гиг, составной частью которого было умническое дело, оно осталось, ну и оно, поэтому осталось в небрежении, но зачем же оно нужно в полной мере его, оно не нужно. Дама сама поняла, что надо отойти от дела. Спасибо. Еще вопрос, ну вот на мой взгляд, вы уже частично на него ответили, вы пишете, что Минин и Пожарский не спасли Россию от интервентов, зачем их возвели в статус спасателей Родины? Ну, интервентов-то не было. Каких интервентов, собственно, мы можем говорить? Шла война между Польшей и Швецией, война, которая имела корни и экономические, и династические, на шведский престол претендовал и сам Сигизмунд, он же Васса, и его, и Карл, он же дядя Сигизмунда, они родственники. Сигизмунд три или четыре года там был, вообще его штаб-квартира была в Швеции в конце 16 века, он из Швеции управлял Польшей. Вот, потом его шведы прогнали, они не очень любили эту ветвь династии Васса, опять-таки, это все традиционнейшая история, и шведы, в конце концов, в Дребенске пополам разбили поляков, и всем известный потоп вам известен, да, они просто выиграли. Так вот, это была затяжная война, и Россия была лишь одним из флангов этой войны, вот это, как бы, условно говоря, для поляков правый фланг войны со Швецией, для шведов это левый фланг борьбы с Польшей, поэтому в этом смысле и поляки, и шведы не представляли себе, что они осуществляют интервенцию против России, они воевали друг с другом, ну, а то, что они воевали на русской территории, ну, так оно приходилось, но на русской территории шведы признают одного царя, своего союзника, Василий Шуйский, абсолютный союзник шведов, якобы Лагарди на деньги шведов существует, вот, 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 они воюют, а у поляков есть свои ставленники, филарет там у них в запасе, в плену сидит и так далее, и так далее, Минин и Пожарский пошли на помощь своему царю, своему Дмитрию Третьему, то есть, по моей версии, Дмитрию Ивановичу Шубину, они дошли с этой идеи до Ярославля, где состав, состав этого ополчения изменился, и там банальные наемники большинство его составляют, они требуют, тупо требуют денег, к ним приезжают шведы, это известная, это известная история про шведскую делегацию, деньги предлагают, и тут же меняется направление похода, они идут на Москву, они идут на Москву, и при этом поляки неожиданно что-то у нас завис. Дмитрий Александрович, если вы меня слышите, у вас видео отключилось. Минуту спокойствия, сейчас с Дмитрием Александровичем свяжусь, попробуем этот вопрос урегулировать, надеюсь, спикер у нас появится сейчас, так что не волнуйтесь, просто минуточку терпения, хорошо? У нас осталось два таких животрепещущих вопроса. Я вот вижу, что в чате многие пишут, что понравился вебинар. Да, спасибо вам, друзья, огромное. Вот я надеюсь, что мы его сегодня все-таки закончим прям в ближайшие минуты. для меня тоже было очень неожиданно, тем не менее, сам факт того, что книга хорошо продается, причем не просто такая современная, а о смуте, ну, вроде как, уже много литературы есть об этом, но мы, наверное, большинство из нас до этого вебинара даже не представляли, что внутри, что это необычная история, уже всем знакомая, изложенная просто другим человеком, а действительно другая концепция, другой взгляд на эту смуту, какие-то, на мой взгляд, совершенно потрясающие, сложные исследования, династические исследования, проведенные Дмитрием Санычем, и выводы, которые сделаны из этих исследований, они тоже вполне, вполне такие, прям, как правда воспринимаются. Да, Татьяна, ну что? Ну, пока не получается связаться нас с Дмитрием Александровичем, может быть, там, что-то со связью на линии, иногда это бывает, интернет нас подводит, поэтому, ну, коллеги, смотрите, мы можем сейчас нашу встречу завершить, оставшиеся вопросы, там осталось у нас, по-моему, два вопроса, я предлагаю, может быть, просто переадресовать Дмитрию Александровичу, да, и там такие вопросы, что, в принципе, это можно делать новый вебинар, поэтому, да, вот, кстати, я об этом подумала, может быть, переадресовать и сделать на эту тему еще один вебинар и рассмотреть уже. Ну, вот у нас, да, так интересно складываются целые серии, и очень интересные спикеры, и главное, что они к нам возвращаются и продолжают вот свое, свое идеологическое свое направление, да, освещать на наших вебинарах, поэтому, друзья, давайте на сегодня завершим, я больше, чем уверена, что мы с Дмитрием Александровичем еще встретимся, но уже, наверное, в будущем вебинарном году, и я знаю, что мы, я знаю, что мы готовим, подготавливаем издание книг Дмитрия Саныча новых, и я надеюсь, что вот как раз осенью нам будет что рассказать. Если вы заинтересовались, обратите внимание, что у этого автора очень разные направления, мы уже обсуждали и «Бастующую Россию», есть еще «Жилищные забастовки» в Бутове, эти книги тоже изданы в нашем издательстве, и очень интересный подход освещен, исследования проведены, опросы, обратите внимание на этого спикера, на его книги, и точно не пожалеете. Я с вами со всеми прощаюсь, Татьяна, ну, вам, наверное, заключительное слово, Дмитрию Санычу низкий поклон, большое спасибо, сейчас я ему позвоню и расскажу, что все было здорово, и всем нам очень понравилось. Что все хорошо, и слушатели, и мы тоже ждем новые встречи, так что, да, я тогда, Анна Ивановна, большое вам спасибо. Спасибо большое, друзья, всего вам доброго.